пятое занятие нашего курса семейная птичка и в очередной раз наш с вами поток курса подходит концу друзья и сегодня мы с вами поговорим на очень две важные темы эта тема питания и тема опорно-двигательного аппарата обе темы перекликаются до в первой части нашего курса нашего сегодняшнего занятия мы поговорим с вами про питание во второй части мы поговорим с вами про опорно-двигательный аппарат и посмотрим на взаимосвязь какие общие факторы существуют которые влияют на наше здоровье и в плане пищеварительной системы и в плане опорно-двигательного аппарата и на этом наш вот этот пятинедельный курс семейная птичка завершается но на самом деле любое завершение это все еще начало почему потому что мы начинаем эту информацию усваивать мы начинаем интегрировать эфирные масла данного семейного набора в свою жизнь и наблюдать какие изменения на в плане здоровья в плане эмоционального исцеления нам приносят эфирные масла и поэтому убедительная просьба продолжать не только использовать масла и рецепты которые мы даем но и продолжать слушать квантовые медитации которые входят в этот курс их 10 на каждое масло и на каждую эфирную смесь и наблюдайте какие в эмоциональном плане у вас происходят изменения и так давайте мы сейчас с вами начнем с первой части нашего занятия она посвящена теме питания и в этой теме у нас главным актером сегодня будет смесь дайджест дзен это дзен пищеварения то есть которая у нас улучшает наше пищеварение что такое пищеварение пищеварение это совокупность процессов механической обработки пищи расщепление питательных веществ и всасывание образовавшихся продуктов основная функция пищеварительной системы это прием пищи переработка этой пищи механическая или химическая усвоение питательных веществ и не перево и выделение удаление непереваренных остатков и вот здесь пожалуйста о очень внимательно запомните эту информацию потому что в дальнейшем сегодня я буду они неоднократно рассказывать да насколько важно не только в плане пищеварительной системы но и в принципе в нашей жизни усваивать нужную информацию что-то нужное в нашей жизни и вовремя удалять ненужное и вот почему говорят что психосоматика пищеварительной системы да когда у нас сбой в пищеварительной системы это говорит о том что мы что-то не можем отпустить переварить кого-то не можем отпустить переварить какую-то информацию и вот то есть происходит сбой мы поглощаем поглощаем отпустить преобразовать там какие-то эмоции удалить мы не можем и поэтому в основном пищеварительная система начинает давать сбой. То есть это мы говорим про энергетическую психосоматику. И вот как раз-таки смесь Digest Zen, Zen-пищеварение, благодаря тем эфирным маслам, которые входят в её состав, она помогает нам на психоэмоциональном уровне удалять ненужную информацию, потому что Digest Zen работает не только на физиологическом уровне, но и на психоэмоциональном уровне, о чём я чуть-чуть дальше сегодня и расскажу. Но давайте вернёмся к общей информации про пищеварительную систему. И мы знаем, что сегодня вообще заболевания органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата, это сегодня очень такие лидирующие, скажем так, заболевания по всему миру. И вообще определить о том, что у вас в организме есть воспаление, можно по определённым анализам, которые показывают, насколько у вас есть воспаление в организме, которое влияет на усваиваемость каких-то питательных веществ, которое даёт вам определённые проблемы с пищеварительной системой, часто хронический характер, который несут. И, соответственно, на основе этих анализов вы начинаете менять вообще полностью свой образ жизни. И сейчас я об этом тоже более подробно поговорю. Но я говорю всегда о том, что не нужно ждать анализов. Пожалуйста, живите этим образом жизни всегда, независимо от того, насколько у вас организм. Знаете, есть люди, которые говорят, у меня всё хорошо, вот давай там, я буду много кофе пить, давай там, мне можно сахар и так далее. Ну, подумаешь. Но на самом деле это всё имеет накопительный эффект. Поэтому лучше уж с малого возраста вести здоровый образ жизни, удалять ненужные элементы системы питания и своей жизни, те же самые сахара, углеводы, для того, чтобы потом это всё дальше не передавалось. Всех приветствую, всем добрый вечер. И мы знаем о том, что заболевания желудка, пищеварительной системы, кишечник, поджелудочная железа, у скольких людей сегодня это всё болит. Они не могут хорошо питаться, то есть они не могут есть всякую еду, которую они хотят есть, впушать. Но на самом деле всякую еду и не нужно впушать, потому что на самом деле есть такая еда, которая вообще, я считаю, что она должна, и не только я, сегодня ведущие специалисты всего мира, Америки, говорят о том, что сахара, молочный сахар, лактоза, молочные продукты, глютен, это всё продукты, которые вызывают воспаление. После у вас не только возникает дискомфорт в зоне ЖКТ, но и идёт воспаление, которое влияет на всю жизнь, и в таком воспалительном состоянии любые вирусы могут спокойно проникать в ваш организм и ослаблять вашу иммунную систему. Поэтому есть моменты, которые находятся в зоне нашего контроля, то есть, например, взять контроль за нашим питанием, за здоровым образом жизни, за своим эмоциональным состоянием, насколько это возможно, мы можем это контролировать. Есть вещи, которые мы контролировать не можем. Например, это плохая экология, это какие-то стрессы на работе, где начальник приходит в плохом настроении, какие-то рабочие вопросы. Это всё понятно. Понятно, что мы идём зарабатывать деньги и не всегда можем противостоять этому стрессу. Вредные условия труда. Но есть вещи, которые зависят от нас, это устранение пагубных привычек, то есть, курение, алкоголь, даже нахождение рядом с людьми, которые курят. Вы знаете, я последние 3-4 года настолько занята очищением своего организма, буквально малейшие сигналы своего тела считываю. И сейчас, когда даже я иду по улице, и если, например, там метрах 500 идет человек, который курит или стоит, а я прохожу мимо, и буквально дым чуть-чуть касается меня, то есть, я уже закрываю, если, например, прохожу мимо кафе и ресторана, где курят кальян, то есть, вот все эти химические запахи мой организм уже даже на таком уровне не воспринимает. Дальше. Врожденная предрасположенность, аутоиммунные заболевания, сбои эндокринной системы. Это все, конечно, тоже взаимосвязано, хотя здесь тоже есть свои причины, и здесь тоже нужно начинать с изменения образа жизни, побочное воздействие лекарств, антибиотики, противовоспалительные, обезболивающие, гормональные препараты, нарушение санитарных норм при приготовлении и употреблении пищи. Как недавно я была на одном мероприятии, и там выступал человек, хозяин, директор одной компании, и они занимаются специальными немецкими фильтрами по очистке воды, про которую он рассказывал. И он говорил о том, что когда у вас будут в доме такие фильтры, и вы почувствуете вкус этой чистой воды, вы потом, говорит, будете отличать вкус воды, из которой вам готовят суп в любом кафе и ресторане. То есть он хотел сказать о том, что в кафе и ресторанах не заботятся о том, какую воду они используют, естественно, не фильтрованную воду. И я на самом деле начала за этим наблюдать и ощущать это, потому что бывают моменты, когда находишься в кафе, в ресторане, и реально чувствуешь вот эту воду, из которой приготовлен суп, как бы он вкусно не был приготовлен. Поэтому вот это всё очень важно тоже наблюдать. Дальше инфекционные заболевания, заражение паразитами, то есть, ну и, конечно же, связь эмоций к кишечной дисфункции, это то, что я вначале сказала, насколько мы можем в своей жизни фильтровать информацию, которая поступает к нам, да, и вовремя её обработать, взять нужное и удалить. То есть, так же, как и делает наша пищеварительная система. Нужное берёт, остальное удаляет. Вот, и, конечно, нужно заботиться о том, чтобы не переедать, не употреблять тяжёлую пищу, жирную пищу, разгружать свой график. Конечно, старайтесь после 6-7 уже не вкушать тяжёлую пищу. любые какие-то диеты. У меня, на самом деле, у нас сегодня тема не про диеты, но я, например, вообще слово диета не люблю. Для меня важно ЗОЖ, здоровый образ жизни, и никаких голоданий, никаких недоеданий, но иногда какие-то аскезы, например, аскезы от кофе, аскезы от сладкого, аскезы, например, определённая даже день голодания, она тоже, в принципе, пойдёт на помощь, но не переусердствовать. Очень важно во время приёма пищи, во-первых, чтобы он был регулярным, во-вторых, не вкушать пищу на скорую руку, когда вы в дороге торопитесь, при этом вы с кем-то по телефону говорите, при этом вы с кем-то дома разговариваете. Это очень-очень на самом деле нехорошо влияет на процесс переваривания, поэтому сделайте процесс пищи, еды в вашей жизни ритуалом, когда вы, условно, полчаса у вас выделено на обед, в эти полчаса есть только вы и ваш обед, и больше ничего, ни телефона, ни телевизора, и сейчас я вижу, что многим детям даже дают смотреть вот эти планшеты, мультики, и дают, чтобы он кушал, то есть, как бы, я сама лично против этого, потому что, ну, как бы, это уже получается с маленького возраста, вы приучаете своего ребёнка вот к тому же, в каком состоянии находитесь и вы. Не нужны разговоры, то есть, если вы работаете в коллективе, вы обедаете вместе, постарайтесь сделать так, чтобы на эти полчаса вы, опять-таки, во время вкушения пищи не обсуждали рабочие процессы, не обсуждали кого-то или что-то, да, то есть, вот полное погружение, и, как сегодня интересный был случай, я разговаривала со своей клиенткой, она говорит, что вот я, что значит чувствовать тело, вот я говорю, ну, вот вы когда крем наносите на лицо, как вы его ощущаете, я, говорит, быстро-быстро нанесла, и всё, механически, ну, то есть, есть ещё осознанность, да, нахождение в моменте, сейчас и здесь, когда вы, ну, вот сделайте эти две минуты, пять минут нанесения крема, пусть даже минута, но не механически, а вот чтобы вы прочувствовали аромат этого крема, текстуру, текстуру на пальчиках, текстуру, как она наносится на ваше тело, на вашу кожу лица, шею, декольте, то же самое с эфирными маслами, и вот так вот возникает контакт со своим телом, тело вам говорит, кожа вам говорит, и то же самое пища, и когда вы находитесь в полной осознанности, с кушением пищи, вы начинаете замечать, на какую пищу, каким образом влияет ваш организм, ваше тело, да, то есть, например, я в своей жизни сделала это именно так, и сейчас на каждый продукт я могу ощутить, каким образом реагирует мое тело, что ему нравится, что ему не нравится, то есть, потому что идет полная полная согласованность, да, то есть есть я, есть пища, неважно, это перекус фруктов или это полный прием пищи, вот, поэтому это все очень важно, и, конечно, даже не по возможности, а просто сделать в своей жизни такой вот детокс и убрать все сахара, заменители, фруктозы, глютены, быстрые углеводы, лактоза, то есть, это молочный сахар, вот это все постарайтесь убрать, потому что это все тоже вызывает, это не только про лишний вес, это про воспаление вашей пищеварительной системе, ну и в целом, что происходит, когда у нас в пищеварительной системе воспаление, снижается иммунитет, нарушается обмен веществ, идет сбой желудочно-кишечного тракта, органов, и, соответственно, изнутри это дальше идет все наружу, в каком плане, то есть, кожа лица начинает портиться, становятся ломкими волосы, ногти, в мышцах боли появляются, в костях, в суставах, все это влияет на иммунитет, все это влияет на ваш сон, и, соответственно, вишенка на торте, вес тоже начинает колебаться. И сегодня мы с вами поговорим про удивительную смесь Дайджет Зен, которая поможет вам справляться со всеми теми проблемами, дискомфортом в вашем желудочно-кишечном тракте, в вашей пищеварительной системе, но не только в физиологическом порядке, но и на психоэмоциональном уровне. Она поможет вам сбалансировать ваше состояние. Но я всегда говорю о том, что для того, чтобы свою жизнь начать принимать какие-то БАДы, то, что вам нужно, какие-то микронутриенты, какие-то витамины, эфирные смеси, необходимо из нашей жизни, из нашего организма удалить, не нужно. Вот как, например, мы на курсе эмоциональной ароматерапии, который, кстати, скоро у нас стартует в октябре, я всегда говорю о том, что прежде чем ваше пространство, ваши комнаты, квартиры внести такую науку, как аромадизайн и начать там что-то делать, ароматизировать ваши шкафы, ваше помещение. Нам сначала нужно это пространство убрать, почистить, помыть полы, всё там прям ненужное выбросить и потом уже начать создавать вот эту вот ауру аромадизайна. То же самое в вашем организме. Если вы просто начнёте внедрять в дайджет-зен вашу жизнь в надежде на то, что вот бедная эфирная смесь, она там всё вам нормализует, это не так. Для этого, знаете, нужен ритуал и очень строгий порядок, порядок вообще посмотреть на своё тело со стороны, что в моей жизни я ещё не удалил, не удалила, не избавилась, в каком плане, например, если мы говорим про физиологический уровень, то, допустим, то есть вы не можете принимать дайджет-зен условно и при этом продолжать кушать мучное, хлеб, сахар, сладкое, торты. То есть необходимо сначала взять эту аскезу и убрать всё это ненужное и потом уже потихонечку начать внедрять дайджет-зен, который уже будет на своём уровне делать свою работу. И то же самое, да, так как наша пищеварительная система связана с эмоциями отпускания, мы не можем ожидать того, что на психоэмоциональном уровне дайджет-зен сейчас нам там всё по полочкам разложит, но мы при этом сидим и упорно не прощаем отбитчика, держим вот это вот в себе вот всю боль, все эмоции, тащим этот хлам, груз за собой, да, то есть здесь тоже необходимо сначала здесь тоже разобраться и параллельно позволить смеси дайджет-зен начать свою работу тоже проводить на вашем уровне психоэмоциональном, на уровне подсознания. Кстати, вот этим мы как раз-таки скоро будем заниматься опять-то на семинедельном курсе эмоциональной ароматерапии. Наверное, он через недельки-две стартует после наших вебинаров. Пару вебинаров мы проведем на профилактическое оздоровление. Так вот, дайджет-зен, что же она делает, что же это за смесь? Это смесь эфирных масел, которая помогает переваривать пищу, облегчает состояние в бежелудочных расстройствах, уменьшает метеоризм и издутие живота. И вот это все происходит благодаря тем эфирным маслам, которые входят в состав этой смеси, которые и придают этой смеси очень такой сладкий, мятный, пряный аромат. И эту смесь можно принимать внутренне, не можно, а нужно. И при приеме внутренне она улучшает пищеварение, облегчает симптомы расстройства желудка и борется с дутьем, метеоризмом и расстройствами пищеварения. Ее можно использовать с помощью ингаляции, например, с помощью диффузора или распыления. это будет уже воздействие на ваше психоэмоциональное состояние. Можно использовать в качестве наружного применения. В модуле про рецепты я вам сейчас расскажу, каким образом, то есть это самомассаж, зона живота для улучшения пищеварения. И эту смесь можно использовать не разбавляя. Но в целом ее можно как скорую помощь брать с собой в поездки, особенно если вы часто летаете, у вас смена часовых поясов, вы бываете, то сегодня вы в Азии, завтра вы в Америке, послезавтра вы еще где-то, у вас там разная кухня, вам приходится иногда кушать на ходу, иногда, может быть, в аэропорту что-то перекусывать, и вы понимаете, что от такого графика, и даже если вы вкушаете новую пищу в какой-то новой стране, ваш ЖКТ может просто не справляться с этим. И поэтому для этих целей Дайджет Зен вы можете брать с собой в поездки, она вам поможет после приема тяжелой или новой пищи улучшить ваше пищеварение, поможет вам при расстройствах желудка, кишечника, поможет уменьшить газообразование и вздутие живота, особенно если вы такой деловой человек и любите ездить, в смысле не то, что любите, а вы часто имеете какие-то встречи за обедом или за ужином, когда приходится и вести переговоры, и при этом ужинать, хотя я, например, очень-очень не люблю такие встречи. Дальше, эта смесь помогает защищать вашу печень и применяется как антибактериальное, противогрибковое, противопаразитарное, дезинфицирующее, антисептическое, противовоспалительное и спазмолитическое средство. В эту смесь входят эфирные масла имбиря, фенхеля, кориандра, которые облегчают желудочный дискомфорт и, кстати, во время укачивания и расстройства пищеварения, а также масло перечной мяты, эстрагона, аниса и тмина, которые также улучшают пищеварение и тоже помогают поддерживать здоровье желудочно-кишечного тракта. То есть, все эфирные масла, которые входят в эту смесь, они сами по себе, как мономасла, тоже направлены на улучшение состояния вашего ЖКТ. Дальше. Эта смесь помогает вам также в ситуациях желудочного гриппа, изжоги, газа, вздутия живота, запорах, болях в животе, тошноте и синдроме раздраженного кишечника. А также эта смесь помогает справляться даже с кандидой и паразитами. Вот они, наши эфирные масла, которые входят в состав этой смеси. Мы сейчас их с вами по одному разберем, чтобы вы поняли, почему эта смесь является настолько эффективной во всех планах. Первое масло это джинджер, имбирь, который у нас произрастает в Мадагаскале. Но вы знаете, что многие люди сам по себе корень имбиря заваривают, делают настойки для того, чтобы принимать для нормализации веса, но в целом для улучшения пищеварения он подходит. Это пряный аромат, он дает такое, знаете, ускорение метаболизма. И само эфирное масло добывается из корня имбиря. Его можно тоже использовать как ингаляционным методом, так и при наружном применении, например, для успокаивающего массажа на нижнюю часть живота. Но и также можно добавлять его в пищу, в кулинарию как арома-шеф и применять при простуде, гриппе, ангине, артритах, то есть на связке сухожилия тоже влияет это эфирное масло. Но и также считается, что оно помогает при похмелье, укачивании, помышленной утомляемости и половом бессилии. И в целом это масло повышает функциональную активность желудка, усиливает аппетит, улучшает пищеварение, борется с расстройством желудка, избавляет от ношноты и обладает антисептическим, противовирусным свойством, противовоспалительным, болеутоляющим, даже жаропонижающим, ну то есть и в целом тонизирующим. Ну то есть это реально такое масло очень универсальное практически на все случаи жизни. Фенхель, который вы знаете, то есть это укроп и масло добывается из семян и такое тоже универсальное масло, которое само растение произрастает в земноморье и основное его направление это поддержка даже дыхательной системы, улучшение пищеварения и оно помогает даже при тяге к сладкому, способствует здоровой пищеварительной системе, может помочь для здорового кровообращения при приеме внутрь и также обладает одновременно и успокаивающим и бодрящим действием, а при внутреннем применении улучшает пищеварение и кровообращение. Кориандр кориандр удивительное масло с удивительным ароматом, одно из моих любимых, такой очень травянистый цветочный аромат с нотой зелени и масло также производится из семян, произрастает растение среди земноморья и это масло используется также, то есть его основное направление это использование для улучшения пищеварения и также оно очень хорошо используется в косметологии, то есть оно используется в разных масках для сохранения свежего цвета лица, для успокаивающего воздействия тонуса, сияния вашей кожи лица, то есть попробуйте, вы увидите этот эффект. И можно использовать масло кориандра как в распылении, в диффузоре или в стеклянном пульверизаторе, можно использовать для приема внутрь, для улучшения пищеварения, после обильной еды можно использовать в масках, добавлять в крема, в органические желательно, для сохранения свежего, то есть это масло действительно дает свежесть вашему лицу, для расслабляющего эффекта это масло можно наносить на затылок и стопни, и для успокаивающего массажа после короткой тренировки наносить на ноги. И основные, основной список применения этого масла на самом деле очень большой, это стимуляция пищеварения, возбуждение аппетита, желчегонное действие, снимает спазмы желудка, метеоризм, отравление язвы, избавляет от инфекционных заболеваний мучеводящих путей, является противоглистным средством, используется для лечения простуды, гриппа, бронхов, легких, как отхаркивающие средства, как жаропонижающие средства, для обезболивания при артритах, ревматизме, для заживления ран и ожогов, избавления от геморроя, но и также считается он, что он является афродизиаком, улучшает память и устраняет физическое переутомление, усталость и нервное напряжение. Для кожи, когда мы используем кориандр, он устраняет, вернее, оно, масло устраняет воспалительные процессы на коже, если есть какие-то, допустим, шелушения, отеки, отеки, которые возникают на коже лица от обильного количества прыщей, фурункулов, акне, постакне, когда кожа лоснится, потому что она слишком жирная, и вот это масло, оно на всех уровнях прорабатывает вашу кожу, регенерирует ее, омолаживает ее, создает однородный свежий цвет лица, ну, то есть, вот, очень и очень сильно советую это эфирное масло именно для кожи, то есть, оно работает по-другому, например, когда мы говорим про эфирные масла, допустим, ладана и миры, да, там другое, там идет клеточное обновление, там идет тургор, здесь кориандр именно придает лоск, сияние, свежесть, убирает вот эти все несовершенства, неровности с вашей кожи, и его желательно для кожи лица использовать все-таки вот как мне сейчас идет информация, да, использовать все-таки как мономасло, не смешивая его с какими-либо другими эфирными маслами. Дальше, эстрагон, это тоже масло, которое у нас добывается из стеблей и цветов, обладает сладким глянным ароматом, и основное его действие это противоглистное, противовоспалительное, антиспазматическое, заживляющее, мочегонное, тонизирующее, успокаивающее, и оно налаживает работу желудка и менструальный цикл. Анис звездочный, который как растение, оно произрастает в Юго-Восточной Азии, обладает сладким, пряным, свежим ароматом, и производится из плодов, листьев и семян растения. Тоже первичное его действие это поддержка пищеварительной системы, успокоение, улучшение настроения, и используется в первую очередь при расстройстве желудка для общего расслабления. Тмин, ну, многие знают, что масло тмина очень популярно сегодня, продается оно практически во многих магазинах, производство там, Египет, это арабские страны, вот в таких больших даже бутылочках и с рецептами, да, считается, что это действительно королевское масло, которое избавляет от многих болезней. В компании Дотера, вот, да, это масло у нас представлено во флакончике 5 миллиграмм, и оно производится из семян от мина, и обладает травянистым, древесным, слегка сладким, таким, знаете, достаточно густым ароматом, текстурой, улучшает пищеварение при приеме внутрь, но не только пищеварение, оно воздействует на весь организм, и в сочетании со здоровым питанием и физическими упражнениями, о которых я вначале говорила, помогает контролировать вес, а также помогает снизить аппетит, и также считается, что он укрепляет и поддерживает здоровье зубов. Тмин можно использовать в диффузоре, в пульверизаторе для распыления, для улучшения пищеварения используется внутреннее применение, а также для стоматологии это масло можно использовать на зубную щетку для поддержания здоровья зубов. Для этого вы можете нанести одну-две капельки масла на зубную щетку, и соответственно это будет поддерживать ваши зубы. Ну или же нанести одну-две капельки масла, нанести разбавленное на выбранный участок кожи вашего лица, для устранения каких-либо воспалений. Ну и вот мы сейчас с вами подошли к психоэмоциональному воздействию этой смеси. То есть эта смесь благодаря тому, что в ней собраны такие мощные эфирные масла, она очень мощно влияет на восстановление вашего психоэмоционального состояния и дарует вам сильную эмоциональную поддержку. То есть особенно это актуально для людей, которые в жизни не имеют этой поддержки, опоры, чувствуют, что они как будто бы при наличии даже огромного количества людей вокруг них, они чувствуют себя одиноко, у них нет интереса, радости, ни к чему в жизни. Такие люди склонны брать на себя слишком много, слишком сразу. То есть это люди, которые впихнули, вобрали в себя очень много информации, включая ненужную лишнюю информацию от посторонних людей, в том числе это может быть соцсети, гаджеты, телевизор, неважно. И никак не могут ее отпустить, переварить, постоянно это все внутри перемалывают, обдумывают и постоянно ходят по кругу. Одни и те же мысли крутятся внутри них. И есть люди, у которых такая информация годами ходит внутри них и никак не может уйти. То есть они никак не отпускают эту информацию, этот опыт, какие-то сожаления, обиды из своей жизни. То есть вот такая перезагрузка информации выливается в эмоциональные формы несварения на энергетическом уровне, когда личность уже не в состоянии раскладывать по полочкам наваливающийся жизненный опыт. То есть этого столько всего уже много внутри, что уже новая информация не приходит. То есть ей некуда приходить, потому что здесь уже все забито. То же самое, как, например, когда мы кушаем, 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 но мы не удаляем, то есть происходит несварение, ненужная пища, она не выходит вовремя, не покидает наш организм, не то, что ненужная, переваленная, вернее, остатки пищи. И благодаря тому, что мы неправильно питаемся, мы наспех питаемся, мы кушаем очень много хлебобулочных изделий, сахаров, и вот это все накапливается, накапливается, а мы сверху еще кушаем, а потом еще сверху, потом еще сверху, и получается, что в один момент наша пищеварительная система уже не справляется, она дает сбой. И уже новую пищу буквально там, почему я говорю, дайджетсен, не нужно принимать прямо сразу, сначала, сначала надо удалить вот все то ненужное, все вот эти сахара, глютена, мучное, а потом уже начать новое туда внедрять. И вот то же самое происходит на уровне психоэмоциональном, пока мы не удалили старую информацию, новую просто уже некуда будет приходить. Вот, поэтому особенно эта смесь на психоэмоциональном уровне хорошо подходит людям, которые находятся в состоянии безразличия, которым уже безразлично все, их тело, и что хочет их тело, и что хочет их вообще жизнь от них хочет, да, то есть у них происходит такое некое непонимание и отсутствие радости. Почему? Потому что реально столько у них вот как бы антресоли, как у нас в доме антресоли бывают, я всегда говорю, убирайте квартиру, посмотрите на антресоли, возможно, там есть столько всего ненужного, что нужно уже просто выбросить и удалить. То же самое в нашем организме, посмотреть, что где мы буквально никак не хотим удалить, отказаться от какой-либо пищи в нашей жизни. И поэтому эта смесь помогает преобразовать любые отрицательные эмоции в вашей жизни, такие как потери аппетита к пищи, к жизни, трудности усваивания, новой информации, опыта, подавленность, апатия, отсутствие энтузиазма. И она переводит их в положительное свойство. Она повышает способность человека все-таки получать новую информацию через удаление старого и, соответственно, удалять вовремя ненужные отжившие отношения, токсические отношения, вовремя с благодарностью закрывать дверь в прошлую жизнь, быть открытым для нового опыта, новых возможностей, быть гибким к новым условиям. И тогда жизнь открывает нам новые возможности, показывает нам все изобилие и многогранность. И, соответственно, через такое новое состояние мы легче усваиваем любой новый опыт. Наша жизнь становится более насыщенной, радостной, веселой. Мы становимся сами более жизнерадостными. И сейчас вот если у вас уже есть этот флакончик, прямо вот возьмите его, откройте, вдохните. Оно нам понадобится для домашнего задания на следующие 7 дней. И когда вы будете его вдыхать, прочувствуйте, прочувствуйте какие эмоции оно вам дарит. Может быть, более подробно я расскажу про это в секции про домашние задания. Но вот в целом посмотрите, какие первичные эмоции это масло дает вам или, может быть, какую-то информацию несет вам вот эта смесь. И для местного нанесения можно использовать одну-три капельки этой смеси. Конечно же, ее можно не разбавлять, но если у вас кожа очень чувствительна, разбавляйте с кокосовым фракционным маслом и наносите на поверхность вашего желудочно-кишечного тракта, когда у вас есть какой-то дискомфорт, метеоризм и вздутие. То есть в целом любой дискомфорт в вашем желудочно-кишечном тракте. Так, хорошо, давайте перейдем с вами к практическим рецептам.